Всем привет! Сегодня 22 июня, Московская область, полдевятого вечера, я сажаю голубику. Это будет мой второй опыт. Первый опыт вы видите сейчас у себя на экране. Он неудачный. Высаживала этот сорт голубики, а это дюк, прошлой весной. Из зимы он у меня вышел, но ранней весной засох. При посадке я совершила очень важные ошибки. Во-первых, саженец был куплен с открытой корневой системой и еще пересылался по почте, что категорически нежелательно для голубики. Вторая ошибка, тоже она немаловажная, это состав почвы, в которой сажался этот саженец. Торф был покупной. Как было написано, что он кислый, но по факту открываешь он черного такого пыльного цвета, как будто это низинный торф. И плюс добавлены были очень много минеральных удобрений, что они тоже есть хорошо, потому что я пытаюсь выращивать все свои культуры без удобрений минеральных. И, скорее всего, у меня были ошибки с поливом и с подскислением почвы, что тоже важно для голубики. И так как идея выращивать и получать хороший урожай голубики меня не оставила, я заказала три саженца голубики. Конечно же, с закрытой корневой системой. В хозяйстве оно находится не на территории Российской Федерации. Эти люди, которые имеют это хозяйство вересковое, если можно так сказать, они мне близки по духу в выращивании. Мне понравилось, как они это делают. Принцип их посадки мне ясен и понятен, поэтому я сегодня сажаю по их принципу. И, видя их результат, я надеюсь получить и у себя в деревне такой же урожай, как и у них. Еще хотела вам уже показать, так как куст уже мертвый, в принципе, я хочу посмотреть и корневую систему. Вот этот торф, о котором я говорила, что это совершенно не верховой торф. Это низиный черный торф. Если можно видеть, вот они, они и добавки, которые были в этом торфе. Минералки, конечно, было там очень много. И, между прочим, был он, наверное, 60-литровый, стоил он рублей 300. То есть, очень дорого. Ну, корни, конечно, не живые, здесь просто вот. Все, ничего нет. Еще раз хочу сказать, что это видео снимается не как урок, знаете, видео из той серии, что сделай только так, иначе у тебя ничего не вырастет. Нет, это видео снимается как работа над своими же ошибками. Так, вот три саженца, которые я заказала. Это саженцы двухлетние. Пришли они мне по почте в таких мягких контейнерах, то есть в пакетах рассадных. Это объем С2, и один саженец пришел в объеме П9, потому что тот сорт, который я заказала, не было в большом размере, вот в С2. Так, саженцы выглядят вот так. Я их замочила, они у меня замочены в воде, находятся уже 3-4 часа. Первый это сорт у меня Патриот. Вот выглядит. Отличные листики, все зеленые. Корневая система. Вот видите, она так хорошо размокла. Все отлично. И даже выходит дополнительный отросток. Дальше Блюкроп второй. Здесь уже еще пока не размок. Ком корневой, тоже отличного качества. Пришли очень все хорошо. Ничего, в принципе, не было поломано. У одного немножечко была задета верхушка. И вот небольшой саженец, это в размере П9. Это Блю Джей сорт. Корни у голубики очень тонкие, не имеющие сасывающих вот этих белых корешков. Голубика не имеет такие корешки. Она питается за счет микоризы. Вот так все это выглядит. Саженцы хорошего качества. Так, и сейчас я вам покажу, как я подготовила посадочные ямы. Для начала хочу показать, что буду использовать посадочную яму. Это, конечно же, кислый торф. По 250 литров взяла на три растения, два брикета, если можно так сказать. Это примерно по 50 килограмм каждый. Хочу сразу показать кислотность. Такая кислотность должна быть при посадке голубики. Самый лучший вариант. Это обычный кислый торф, рыжий. Без каких-либо минеральных удобрений. Но я поближе покажу, как он выглядит уже сейчас при посадке. И, конечно же, съездила хвойный лес, набрала хвойного опада. Это тоже буду использовать при посадке и при мульчировании. Ну, конечно, меньшая часть будет хвои и большая часть будет кислого торфа. Единственное, что мне не удалось сегодня набрать, это коры. Сосновые коры. Ну, ничего страшного. Я думаю, потом еще как-нибудь на лесопилку поеду, сверху замульчирую. А теперь пойдем на посадочные ямы. Вот, собственно говоря, подготовленная уже посадочная яма. Почва у меня на огороде это суглинок. И чтобы отделить кислый торф, который мы будем, собственно говоря, сажать голубика, от моей огородной земли, мы использовали материал гидроизоляционный, линокром называется. Изначально я хотела использовать бочку, просто 200-литровую обрезать и просто ее вставить в яму. Так выходило дороже. Этот материал вышел дешевле. Он очень плотный, хорошего качества. Значит, здесь по ширине яма 60 и в длину, ну, в глубину, можно так сказать, она 50. Здесь это уже чистая длина. Но она была вырыта больше, потому что здесь у меня на дне это щебенка крупного помола, крупной фракции. И заложены всякого рода бревнышки, палочки, веточки и так далее. Почему там еще щебенка сантиметров у меня, наверное, ну, 8 точно щебеней, потому что у меня очень близко грунтовые воды. И чтобы корни голубики не подмокали, значит, мы заложили все-таки вот этот как водоотвод, грубо говоря. Ну, перестань так делать. Вот такие три ямы мы заложили. Расстояние между растениями у меня будет, здесь находится примерно 2 метра. И там будет у меня еще третья тоже 2 метра. Почему? Потому что голубика высокорослая. И крона у нее довольно-таки крупная. В длину, высоту растения примерно метр восемьдесят до двух. Ну, и по кроне, посчитайте, примерно тоже самое будет. Ну, метр минимум полтора нужно делать. Мы сделали два. У нас земли достаточно, поэтому можем себе позволить. Все, и вот эти вот уже отверстия заложим просто землей и все. Так, ну, сейчас начинаем мешать субстракт и будем сейчас сажать, потому что темнеет уже 9 вечера. Еще не сказала такой момент, что над уровнем земли я подняла борта этого материала, чтобы голубика сидела немножко на возвышении, чтобы зимой, когда будет таять снега, ее не подтапливало. Итак, на дно у меня здесь уложена щебень крупной фракции, все палочки, веточки и так далее любых деревьев. И здесь я уже засыпала небольшой слой хвойного опада, совсем маленький. Вот рыжий торф. Вот такой должен быть рыжий торф, без минеральных удобрений и рыжего цвета. Как раз этот торф и есть кислый. И сейчас я его буду засыпать практически полный и добавлю еще сверху небольшое количество опада и перемешаю. А я тебе буду помогать. Помогай, помогай. Конечно, посадочную яму хорошо нужно будет пролить водой, потому что здесь, наверное, процентов 90 у меня кислый торф верховой и процентов 10 получается хвойного опада. Конечно же, будет оседать, потому что торф влагоемкий, воздухоемкий, и он, конечно, подсядет. Но ничего страшного. Можно будет чуть досыпать. И если голубика углубится до 5 сантиметров, это даже очень хорошо. Она будет давать дополнительные корни. Пролила посадочную яму. Примерно 6 ведер воды сюда влила. Нужно очень хорошо промочить торф. Подготовила саженец. Я его замочила 3 часа назад. Расправила слегка корни. Значит, надо расправить так, чтобы и не повредить, и расправить. В общем, чтобы хорошо принялся саженец. Все. Опускаю в ямку и прикапываю торфом. Я заглубляю от 3 до 5 сантиметров. Потому что голубика при посадке, при заглублении, дает дополнительные корни. И будут дополнительные, значит, побеги. Все. И прикрываю так торфом. И обязательно сейчас буду мульчировать. Это хвойный опад. Мульча должна быть не менее 10 сантиметров. Все. И так распределю. И еще раз пролью. Сам саженец уже посаженный. И поливать нужно очень хорошо. Чтобы голубика была в постоянной влажности. Не в мокроте, а просто торф должен быть влажным. Следующая посадочная яма. Это следующий сорт. Называется патриот. Вот я хочу показать, почему нужно заглублять. Здесь наглядно видно, что вот корни. И здесь саженец был заглублен. И он дал дополнительный стебель. То есть дополнительный отросток. И он отсюда идет. Так что заглублять я его буду вот так. Выше до листика второго отростка. Так же делаю углубление. Хорошо расправляю корни, чтобы они смотрели вниз. И заглубляю аккуратно. Торф у меня очень хорошо пролит. Это среднеспелые сорта. Я все купила. Потому что для средней полосы поздний сорта не подходит. Поэтому среднеспелый. Это значит вторая декада июля. Ягода поспевает. Или конец июля. Это отличный вариант. Для средней полосы. Все. И обязательно мульча. Закончила я высадку саженцев. Сейчас 10 часов вечера. Но так как начала уже снимать видео. Покажу все до конца. Итак. На высадку трех саженцев голубики. У меня ушло практически два пакета кислого торфа. Они по 250 литров. И здесь во втором это небольшой остаток. Это основа для посадки голубики. И шесть мешков. Это хвойный опад. Добавляла 10% к 90% торфа кислого. А в основном хвойный опад у меня ушел на мульчирование. Мульча у меня здесь не менее 10-12 см точно. Для голубики мульчирование это очень важная вещь. Во-первых, хорошо держит влагу. Что очень важно. Голубики нельзя пересыхать. Категорически запрещено. И хвойным опадом мы заносим микоризу. А так как микориза и голубика это очень важный тандем. Они не существуют друг без друга. Мы сначала кормим микоризу. И уже микориза дает все питательные вещества голубики. Так, насчет торфа, который у меня остался. При поливах я иногда буду просто его настаивать в ведре. Заливать водой. Настаивать. Это будет своеобразное такое подкисление почвы у голубики. И, конечно, буду использовать это серо-коллоидное. Тоже подкислитель. Можно сказать, да, природного происхождения в порошке. Но это уже когда я буду делать, я вам наглядно покажу. Сажала все по принципу. По принципу того хозяйства, где я приобрела эти саженцы. Они наглядно показали, что голубику возможно выращивать в среднем полосе России. Они показывают свои урожаи. И мне это понравилось. Эти люди, конечно, мне по духу близки. Поэтому я надеюсь все-таки получить от этих трех саженцев голубики ягоды. Вообще голубика начинают плодоносить на третий, в основном на четвертый год своей жизни. Это саженцы двухгодовалые. Так что, возможно, на следующий год я получу цветочные почки. А уже на второй год после высадки надеюсь получить ягоды. Голубика высокорослая. Сорта просто отличные. Поэтому буду ждать. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Продолжение следует...